Привет, друзья! Начинаются новые выпуски на Мании, а я буду сталкером в мир фильмов и сериалов. Давайте знакомиться, если еще не знакомы. Меня зовут Георгий, а так меня можно найти в соцсетях. Этот эпизод я начну с обзора новинок недели. Далее вас ждут новости кино и отдельно новости сериалов, потому что их очень много и все они интересные. Продолжим мероприятиями, которые стоит посетить киноманам нашего города. А в конце вы сами знаете и ради этого вообще смотрите выпуски Викторина. Новинки кино На этой неделе выходит масштабная историческая драма «Две королевы» о противостоянии Марии Стюарт и Елизаветы I. Роль королевы Шотландии исполнила Сирш Ронан, а ее кузину, королеву Англии Елизавету, сыграла Марго Робби. В начале трейлера нам сразу показали, чем закончится их борьба, поэтому можно предположить, что фильм будет делать акценты на другие события в их жизни. Интересный факт, что сын Марии Стюарт, Яков, после ее смерти и смерти Елизаветы, стал королем Шотландии и Англии, но объединить два враждующих государства так и не смог. Гуд, не бросайся такими словами. Не пристало тебе меня отчитывать. Ах, не пристало. Убив меня, ты убьешь сестру. И свою королеву. Две королевы. Долгожданное продолжение. Кроссовер, который состоялся спустя 19 лет. Идемте в кино смотреть стекло. Хотя критики на предпоказах были не совсем благодушны к новому творению Шьямалана. Но мы-то знаем критиков, и их мнение не всегда совпадает с мнением зрителей. Финальная часть трилогии. А мы узнали, что эта трилогия только в конце просмотра Сплита. Для фильмов «Мастера неожиданных поворотов» есть один нюанс. Чем меньше ты знаешь про фильм, тем интереснее его смотреть. Если на вас неуязвимы и Сплит произвели впечатление, то пойдемте в кино. К своим ролям вернулись Джеймс Маковой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Аня Тейлор-Джой. Скорее всего и сам режиссер опять засветится в кадре. Пора выбираться отсюда. Что вы натворили, Элайджа? На прошлой неделе на экраны вернулась Джей Ло. А на этой хотел то же самое сказать про Дженнифер Энистон, но с ней минимум раз в год выходит фильм. Правда, прошлогодний фильм «Желтые птицы» в российский прокат так и не вышел. В центре сюжета пышки полноватая девочка-подросток, которая по совместительству дочь бывшей королевы красоты. Маму как раз играет Энистон. Девушка решает в знак протеста тоже участвовать в конкурсе красоты. Одной из причин, почему можно сходить на фильм, это то, что Рэчел из «Друзей» через месяц, вы не поверите, отметит 50-летний юбилей. Считай это иначе. Нигде не сказано, что толстушкам нельзя участвовать. Стань бриллиантом. Я все это затеяла, но я не знаю, что делаю. Знаешь, что сказала бы Долли? Поставь перед собой цель и иди на проломку. В мире драгоценностей. Да здравствует революция, детка. Пышка. Для детей прокатчики приготовили мультфильм «Астерикс» и «Тайное зелье». Это уже десятый анимационный фильм о представителе гальского народа. Из предыдущих частей и фильмов мы помним, что силы они черпают в секретном напитке, который для них готовит друид. Но друид стал стар. Пришла пора передать тайну магического зелья. Поэтому «Астерикс» и «Абеликс» отправляются на поиски преемника. Милый, ты уверен, что не глухой? «Астерикс» и «Тайное зелье». «Новости кино». «Романтика. Она в кино». Эту фразу подтвердил житель Улан-Удэ, который сделал предложение своей избраннице в одном из кинотеатров нашего города. Совет да любовь. Том Харди снова стал отцом. У британского актера и его жены Шарлотты это второй совместный ребенок. Его решили называть Форестом. Друзья актера уверяют, что имя было выбрано в честь персонажа Тома Хэнкса, сыгравшего Фореста Гампа в одноименном фильме. «Мэри Поппинс возвращается» еще не закончила прокат, а уже начали готовить продолжение. Обещают, что Эмили Блант вернется к роли няни-волшебницы. О чем именно будет фильм неизвестно, так как фильм находится в ранних стадиях разработки. «Нью Лайн Синема» решила перезапустить известную франшизу ужасов «Пункт назначения». Нашли даже сценаристов для первого фильма. Ими стали Патрик Мелтон и Маркус Денстон, который был сценаристом в серии «Пила». Многие подозревали, что из-за покупки Диснеем студии «Фокс» будут внесены изменения в будущее развитие фильмов о людях Икс. Недавно стало известно, что были официально отменены фильмы «Гамбит» и «Доктор Дум». Сила Икс, где должны были появиться Дэдпул и Кэйбл, под большим вопросом. Новости сериалов Канал HBO вместе с третьим сезоном «Настоящего детектива» опубликовал тизер финального сезона «Игры престолов». Самый лучший сериал современности вернется на малые экраны 15 апреля. В восьмом сезоне будет всего шесть серий, но, как утверждает генеральный директор канала, это, по сути, шесть полнометражных фильмов. Мы уже говорили, что Дисней разрабатывает сериал про Локи для своего канала, но пробежал слух, что Том Хиддлстон, который исполняет эту роль в кино, будет лишь рассказчиком, а сюжет сосредоточится на юных годах, чтобы была возможность пригласить другого актера. Несколько дней назад свершилось историческое событие. Впервые отечественный сериал выйдет под брендом Netflix Original. Создатели сериала «Лучше, чем люди» по некоторым данным на этой сделке заработали рекордную для России сумму – 1 миллион долларов. Я еще не смотрел это шоу, но после этой новости обязательно оценю. 18 января выйдет сразу весь второй сезон «Карателя», но критики уже успели его посмотреть. По их словам, нас ждет самая лучшая экшн-сцена на телевидении. Они также остались в восторге от Джона Бернтела в образе «Карателя» и его актерской игры. 28 декабря вышел интерактивный эпизод сериала «Черное зеркало», где зрители сами принимают решение, как будет дальше развиваться сюжет, тем самым меняя концовку. Серия ошеломляет и потрясает. Но не прошло и двух недель, как на создателей сериала подали в суд. Компания, которая выпускает интерактивные детские книги, нашла в этом нарушение авторских прав на бренд Choose Your Own Adventure. 18 января Театр Байкал приглашает нас на оркестровый концерт «В мир кино», где можно будет услышать саундтреки из любимых и классических фильмов. Концерт пройдет в филармонии. Раз в месяц киноманы могут посетизаться в знаниях на киносхватке. Веселой и интересной викторине, на которой вас ждут разнообразные раунды, море эмоций и океан впечатлений. Как от похода на хороший фильм? Подробности можете узнать у меня. Сразу после Нового года в Виктории Зам появилась прекрасная традиция раз в неделю смотреть хорошее кино в уютной атмосфере. Жители города уже по-новому смогли взглянуть на «Один дома» и «Франкен Винни». А на эти выходных нас приглашают на замечательный фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны». Викторина Узнали много нового? Пришла пора и проверить себя. Сейчас я задам три простых вопроса, если, конечно, вы внимательно смотрели выпуск. Ваши варианты ответов буду ждать у себя в Инстаграм. Вот ссылка. Какой канал выпускает этот сериал? Как зовут эту актрису? Назовите три любых фильма с ее участием. Вот очередной выпуск подошел к концу. Кстати, он 18-й для меня, а это своеобразное совершеннолетие. Но дождемся 20-го, чтобы отпраздновать. Сейчас пришла пора прощаться, но мы обязательно встретимся через неделю. Ведь встретимся? Всем спасибо, что смотрели до конца. Вы самые лучшие зрители. До скорого и больше хороших фильмов и сериалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова